Что же, вот и долгожданная Франция, которую разработчики не успели почему-то изменить. За сих пор у нас въезд в пистоп идёт на старт с внешней прямой, а не как в реальности из предпоследнего поворота. И причём уже игра где-то неделю как реализнулась, и это до сих пор не пофиксили. И сама трасса была изменена, собственно, не перед самим Гран-при Франции Формулы 1, а задолго, там за полгода, вроде где-то в ноябре. И почему-то не хватило Кодмастерс вот этого времени на изменение трассы в игре, хотя вот что тут берёшь, ты просто переделываешь небольшой кусок трассы, добавляешь просто въезд в пит-лейн, убираешь старый въезд в пит-лейн, всё, работа сделана. Ну а оставим это на совести Кодмастерс, может быть они всё-таки это пофиксят в ближайшем времени. Что же по самому этапу во Франции? Ну, начнём с того, что повторов в этом видео не ждите, потому что я просто забыл их записать. Да, просто нажал на кнопку вперёд машинально. Такое бывает, если снимаешь выпуск довольно поздно. Потом по поводу самого этапа. Ну, как в Канаде, я не ожидал, что у нас будет какой-либо темп, потому что здесь прямые, и мы только начинаем уменьшать лобовое сопротивление у болида, соответственно скорость у нас не сразу появится. Но, может быть она будет. И она, может быть, была бы, если бы я поменял силовую установку, которую я даже не поменял перед квалификацией, из-за чего плохо квалифицировался и не вышел из первого сегмента. И что самое интересное, я помнил то, что ещё надо после квалификации заменить ДВС на новый. Но, после квалификации в гонке, я машинально, точнее, нажал на гонку, и уже при выборе своей стратегии вспомнил то, что ДВС-то стоит старый, который уже издомился под 65%, если не чуть больше. Соответственно, я потерял уже в мощности, ну, немало. И это чувствовалось напрямой. Ну, ладно, перейдём к старту. Гаснут красные огни, я, как обычно, проигрываю старт. По стратегии, опять же, вы видели один пидстоп, игра мне предлагала сумму два пидстопа. Не знаю, в чём проблема этой игры, почему она не предлагает именно обычную стратегию в один пидстоп, ведь это более логично. Если я стартую из конца пилотона, то мне невыгодно делать два пидстопа, поскольку я больше потеряю, чем получу от этой стратегии. Ну, да ладно. Собственно, ближе к концу первого сектора прохожу Рассела, тут же уже занимаюсь Вебером, и потом уже смог поравняться с Албаном. Но сразу пройти мне удалось его, но уже чуть позже поворот был в мою пользу, опять же. По внутренней траектории я его смог пройти. И напрямую мне повезло то, что он не стал меня атаковать. Ладно. Потом, к концу первого круга я догнал Хюнгенберга, который воевал с Мойлсом и Райкененом. И причём вышел я лучше из последнего поворота, но ближе к середине прямой, старт-финишный, я уже начал терять просто скорости, и Хюнгенберг начал вырываться. Хотя, казалось бы, вот вышел лучше, но изношенную ДВС давало себе знать. И я могу, в принципе, ровнять то, что плохой результат был как раз-таки из-за этой моей одной ошибки. То, что я просто банально не поменял ДВС, потому что я терял на прямой, я терял везде, в принципе. Даже в квалификации тоже, опять же, я потерял. Потом произошёл вот такой вот тупой момент, в котором Хюнгенберг решил то, что оставлять мне место внутри не стоит. Ну, в принципе, да. По сути, я так же порой делаю, но тут для Хюнгенберга закончилось всё плачевнее. Всё-таки по итогу я его задел, развернул, я себе ничего не сломал, а Хюнгенбергу обеспечил последнюю позицию и прорыв между Вильнюсами и, может быть, Джуинасой ещё. Потом с Вебером мы начали уже борьбу между собой. Я его опережал на прямой зачёт слипстрима и ДРСа, причём какое-то время ещё ездил за ним, потому что просто не мог его догнать. И опять же, из-за того, что ДВС не полностью работал. Ну и, в принципе, надо сейчас будет заниматься ДВСом. Потом мы догнали Грошанова, у которого тоже были какие-то по ходу проблемы, поскольку его напарник Магнус, как мы видели, сошёл, перед тем, как я развернул его Хюнгенберга. И он также начал отставать от Норриса и Райкенена. Ну, без проблем мы с ним смогли разобраться вместе с Вебером на прямой зачёт слипстрима и ДРСа. По крайней мере, я сразу с ним разобрался, а вот Вебер немного замешкался и чуть позже смог с ним разобраться вот перед скоростным третьим сектором. Ну, окей, это дало мне какое-то время на то, чтобы оторваться от Вебера, потому что он ехал за мной, и мы вот так вот постепенно обменились с ним позициями. Собственно, вот тот самый обмен. На уже новом восьмом кругу он без проблем на старт-финишной прямой обгоняет за счёт слипстрима и ДРСа. И причём, под конец видно даже, насколько он быстро едет с ДРСом. Но уже через круг он заезжает на пидстоп, как мой напарник. Райкенен же остаётся у нас впереди. Позади меня уже был Фетлик к этому моменту после своего пидстопа. Он меня опережает, конечно же, на старт-финишной прямой. Но благо я смог за ним удержаться и получил ДРС на обратной прямой. После своего пидстопа я проехал круг уже и выезжает передо мной Райкенен, что довольно интересно. Ведь я даже не ожидал того, что сделаю какой-либо андеркат. Тут, скорее всего, у Райкена были какие-то проблемы с болидом. Он также медленно ехал на прямых. Хотя до этого спокойно боролся с Норрисом, у которого, скорее всего, всё-таки была более-менее новая силовая установка. Без проблем я его опередил, хотя до этого катался два круга и просто экономил ЕРС. Поскольку тут он просто конски расходовался, я просто даже не ожидал, что будет такой дикий расход просто на среднем уровне. То есть за круг где-то можно было потерять где-то процентов 15-20. Ну, где-то в среднем. Потом, ближе к концу, нас догнали уже двери-ножки. Причём я довольно сильно удивился, когда увидел всё-таки Хюрикенберга, который получил, по сути, от меня разворот в начале гонки. Но смог, по сути, вернуться ближе к очковой зоне. Рикард без проблем меня опередил на обратной прямой. Но я смог за ним удержаться до последнего круга, подэкономил ЕРС и топливо и начал действовать, опять же, на том же последнем круге. Набрав на прямой за счёт Слипстрима и ДРСа догоняю сначала Рикарда и потом без проблем его прохожу. Ну и повезло мне, по сути, я смог доехать на своей девятой позиции до финиша. И так, грубо говоря, можно сказать, что, по сути, на третьем месте в группе Б. Поскольку два болида Racing Point были, к сожалению, недосягаемы. Ну и, в принципе, это неплохой для меня результат. Всё-таки на убитом ДВСе, который не выдал полную мощность, я смог ещё приехать в кое-какие очки. Хотя, вот, изначально думал то, что придётся мне где-то вот финишировать за первой десяткой. Но тут хотя бы девятое место. Уже хоть это радует. Ну что же, в принципе, этап получился такой себе, потому что борьбы у меня особо не было. То есть, она была, но была она в начале гонки и в конце. А вот посередине, как раз-таки, я просто наматывал круг за кругом. И даже не в каком-либо хот-лап режиме, как обычно я это делал в восемнадцатой формуле, будучи лидером. Тут, кстати, порадовался за Мерседес. Всё-таки Льюис приехал на первом месте, а Ботус на втором. И на третьем у нас пришёл также Леклер. Фиталь же из-за стратегии в два пистопа провалил, по сути, этап. Мог он финишировать на подиуме также. Но вот лишний пидстоп и по итогу пятое место. Также за счёт дубля Мерседес у нас выходит на первое место в окупе конструкторов. Недалеко опережая Феррари, но борьба идёт у них довольно близко. Как я говорил до этого, также Льюис подбирается ближе к Феталю. И также борьба уже обостряется. И будем смотреть, как она будет развиваться. Всё-таки, пока я не претендую на подиумы, где-то, может быть, ближе к концу сезона, мы, может быть, покажемся на подиуме. А пока вот такая у нас ситуация, то, что мы пока боюем в группе Б. Конечно, да, было у нас подиум в Монако, даже победа, по сути. Но это было Монако, и это вот единичный такой этап, где, в принципе, можно ожидать любого человека увидеть на подиуме, именно в игре. В реальности, конечно же, не так. По контактам, опять же, их почему-то нету, ну, либо игра не фиксирует, либо ещё что-то. Ну, или, возможно, боты всё-таки стали настолько аккуратными, теперь не сталкиваются друг с другом. Ладно, по поводу соперничества с Батлером, всё очень плохо. В лучшем случае, можно свести всё в ничью, ну, или прям в идеальном случае, если он не придёт к финишу на последних двух этапах. В теории, я, скорее всего, могу проиграть даже это соперничество. Ну, и да, можно было заметить то, что лицо Батлера багнулось почему-то и показывает лицо Вибера. Но, да ладно. Что же касается нового контракта, по сути, это старый контракт, поскольку я ставлю всё то же самое, что у меня было в прошлом контракте. Поскольку подумал то, что, окей, моя ценность ещё не столько велика, чтобы просить что-то новое. Но оказалось то, что можно было бы просить чуть больше. По крайней мере, надо было бонусу за гонку ставить уже третьего уровня и, возможно, бы контракт прошёл, поскольку ценность его особо не увеличилась. Ну, вот она просто на пищечку, так сказать, увеличилась и не более. По поводу модификаций, которые я стал брать, я подумал, как я уже говорил во время этапа, то, что надо качать уже ДВС. Также я беру вот модификацию на лобовое сопротивление, снижение его, который нам разблокирует аж три модификации лобового сопротивления, которые нам также надо будет потом брать. И вторая модификация стала увеличением мощности, поскольку в направлении ДВС нам надо также сейчас начинать работать. На шасси пофигу, забьём, так сказать, потом как-нибудь сделаем. Как говорится, ладно, и так сойдёт. На этом, ребят, всё, с вами был Вархаммер, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до скорых встреч, ребят, пока-пока.